Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава семнадцатая Не приноси в жертву Господу Богу твоему вола или овцы, на которой будет порог, или что-нибудь худое, ибо это мерзость для Господа Бога твоего. Если найдется среди тебя в каком-либо из жилищ твоих, которые Господь Бог твой дает тебе, мужчина или женщина, кто сделает зло пред очами Господа Бога твоего, приступив завет его, и пойдет и станет служить иным богам, и поклонится им или солнцу, или луне, или всему воинству небесному, чего я не повелел, И тебе возвещено будет, и ты услышишь, то ты хорошо разыщи, и, если это точная правда, если сделана мерзость сия в Израиле, то выведи мужчину того или женщину ту, которые сделали зло сие, к воротам твоим, и побей их камнями до смерти. По словам двух свидетелей или трех свидетелей, должен умереть осуждаемый на смерть, не должно предавать смерти, по словам одного свидетеля. Рука свидетелей должна быть на нем прежде всех, чтобы убить его, потом рука всего народа, и так истреби зло из среды себя. И приди к священникам, левитам и к судье, которые будут в те дни, и спроси их, И они скажут тебе, как рассудить. И поступи по слову, какое они скажут тебе, на том месте, которое изберет Господь, и постарайся исполнить все, чему они научат тебя. По закону, которому научат они тебя, и по определению, какое они скажут тебе, поступи. И не уклоняйся ни направо, ни налево от того, что они скажут тебе. А кто поступит так дерзко, что не послушает священника, стоящего там на служении пред Господом Богом твоим, или судьи, тот должен умереть. И так истреби зло от Израиля. И весь народ услышит и убоится, и не будут впредь поступать дерзко. Когда ты придешь в землю, которую Господь Бог твой дает тебе, и овладеешь ею, и поселишься на ней, и скажешь, «Поставлю я над собою царя, подобно прочим народам, которые вокруг меня», «то поставь над собою царя, которую изберет Господь Бог твой. Из среды братьев твоих поставь над собою царя, не можешь поставить над собою царем иноземца, который не брат тебе, только чтоб он не умножал себе коней и не возвращал народа в Египет для умножения себе коней, ибо Господь сказал вам, не возвращайтесь более путем сим. И чтобы не умножал себе жен, дабы не развратилось сердце его, и чтобы серебра и золото не умножал себе чрезмерно, но когда он сядет на престоле царства своего, должен списать для себя список закона сего с книги, находящийся у священников левитов. И пусть он будет у него, и пусть он читает его во все дни жизни своей, дабы научался бояться Господа Бога своего, и старался исполнять все слова закона сего и постановления сии, чтобы не надмевалось сердце его пред братьями его, и чтобы не уклонялся он от закона ни направо, ни налево, дабы долгие дни прибыл на царстве своем он и сыновья его посреди Израиля.